The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Так, еще раз всем здравствуйте. В интернете меня слышно нормально сейчас? Будьте добры, отзовитесь, пожалуйста. Так, сейчас планшет я включил, все включил. Сейчас уберу лишнее, чтобы оно не мешалось. Итак, господа, еще раз всем здравствуйте. Значит, меня зовут Перлин Владислав Абрамович. Вот это мой почтовый адрес. Вот. Также меня можно найти ВКонтакте. Ну и на всякий случай, вот это телефон того учебного комплекса, в котором мы находимся сейчас. Вот. Сегодня я хотел бы провести короткий разговор на тему о функциях в PostgreSQL. При этом я хотел бы отметить, пожалуй, самые важные моменты, которые часто упускают из виду. Вот. И с которых, в общем-то, разговор о функциях в PostgreSQL начинается. Не заканчивается, а только начинается. Собственно, этому вопросу у нас посвящена большая часть, большая часть второй части курса программирования на PostgreSQL. Она называется «Расширенные возможности». Есть у нас, естественно, и первая часть. Я сразу хотел бы обратить внимание, что те из вас, ну, бывают у нас случаи, когда люди приходят сразу на вторую часть, но хотел бы обратить внимание, что материал первой части курса там существенно используется. Причем, скажем так, не то, чтобы PostgreSQL сильно отличался в плане написания запросов. То есть первая часть посвящена созданию базы данных и написанию простых запросов. Ну, простых имеется в виду обыкновенных, без использования функций. То есть там и сложные есть запросы тоже, но все-таки это просто запросы. Так вот, господа, не то, чтобы PostgreSQL сильно отличался от других с УБД в этом плане. Ну, здесь у них примерно так вот синхронные возможности. В чем-то он их опережает, в чем-то он от них отстает, как всегда, в таких случаях. Но дело в том, что последние где-то лет 5, может даже больше, появилось много новых возможностей в самом языке SQL. Они поддерживаются большей частью СУБД. Они поддерживаются и в Oracle, и в MSSQL. Ну, конечно, с оговорками, понятно, везде по-разному, но поддерживаются. Например, так называемый вспомогательный подзапрос. По-разному называется, но в общем, в большинстве СУБД так или иначе поддерживается. Там где-то с оговорками, где-то нет. Но я все-таки советовал бы первую часть курса тоже посмотреть, ну, там, в той или иной мере. Почему? Дело в том, что, несмотря на то, что там это все есть, в подавляющем большинство книжек по языку SQL, а стало быть, и в традиционно установившейся практике, эти новые возможности не то чтобы не используются, но о них не рассказывается. Вот у нас на курсах мы о них рассказываем. Может быть, даже в ущерб традиционным возможностям. Логика у нас здесь такая, что то, чего и так много, где можно найти в интернете, затем незачем идти на курсы. А вот то, чего в интернете найти сложно, мы стараемся на курсах рассказать. Ну, разумеется, не доводя ситуацию до абсурда. Понятно, да? То есть, первая часть курса рассчитана на людей, которые до сих пор со SQL не имели дело совсем. Ну, а если и имели, то очень поверхностно. Вот. Но как бы то ни было, сейчас у нас пойдет разговор о второй части. Здесь мы поговорим о функциях. И первое, о чем надо сказать, что начиная, я не помню, с какого-то года, но уже достаточно давно, из стандарта языка SQL исключено понятие хранимая процедура. То есть, понятие хранимая процедура, сторот процедуры из стандарта удалено. Вот. Несмотря на это, большинство руководств продолжают употреблять эту понятию. Вместо этого введено понятие функция. То есть, в этом плане язык SQL сближен с большинством других языков программирования. И здесь, как бы, есть первое важное отличие функции, просто обычной функции. Почему, собственно, возникло различие между понятием функции и понятием хранимая процедура. Дело в том, что само понятие функции в программировании, это продукт определенной эволюции. Например, когда-то давно, и, кстати, между прочим, до сих пор это сохранилось, рудимент этого понятия в школьной учебной программе. Там, говорят, рассказывают такую сказку, что якобы существует функция и процедура. Причем функция возвращает значение, а процедура якобы его не возвращает. Так вот, господа, на самом деле, когда-то очень давно люди так думали. Да, ну было время. С другой стороны, я вам могу сказать, что когда-то очень давно люди думали, что ведьму надо сжигать на кострах. Так что люди, то, что люди когда-то так думали, это еще не значит, что это правда. На самом деле, в этом понимании, функция от процедуры не отличается ровно ничем. Вот просто совсем ничем. Потому что на самом деле, и процедура в этом понимании тоже возвращает какое-то значение. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, потому что я тут языку SQL прямого отношения не имею. Но если вы вспомните Microsoft SQL Server, то вы вспомните, что там хранимая процедура возвращает значение, которое называется подзавершение. Им можно пользоваться. Поставляю SQL это не так. Вернее, не в том смысле, что она не возвращает значение, а в том, что возвращаемое значение функция нестандартизованная, в отличие от MS SQL. Вот. Это первый момент. Второе отличие функции от процедуры имеет корни из языка FORTRAN. Там функции называли функцию, которую мы вызываем исключительно ради вычисления возвращаемого значения. То есть возвращаемое значение было нашей главной целью. А процедуры, или точнее SUB RUTIN под программой, там называли такую функцию, которую мы вызывали не ради вычисления. Она может и возвращать значение. Но вызывали мы ее не ради этого, а вызывали мы ее ради так называемого побочного эффекта. То есть ради того, что она делает что-то еще. Что-то печатает, что-то сохраняет, но возвращаемое значение есть оно, нет его, но не наша цель. Вот именно по этой причине в SQL, в языке SQL закрепилось понятие хранимой процедуры. Подавляющее большинство функций в языке SQL вызываются не ради возвращаемого значения, а ради побочного эффекта. Однако и функции в SQL есть, и традиционно в тех SQL, которые поддерживали функции, под функциями подразумевалось что-то такое, что не меняет данных в базе, а просто что-то вычисляет. Таким образом, то есть из стандарта, повторюсь, это различие исключено, но из моих слов станет сразу понятно, что в PostgreSQL нужно будет различать, в отличие от традиционных функций, не два, а три типа функций. И давайте подумаем, какие. Первый тип. Только, господа, я единственное, что я позволю себе, чтобы мне не путаться, я вот тут на второй страничке открою себе шпорталку. Я вам ее сейчас покажу, куда я буду подсматривать. Давайте я, чтобы не делать это в тайне от вас, я посмотрю на PostgreSQL команду, которая называется Create Function. Вот она. Вот ее формальное описание. Да? Но вот в этом формальном описании мы разберемся с вами уже на курсах. А сейчас я расскажу вам, вот запро, передвину эту страничку в сторону и расскажу вам о тех моментах, на которые, я считаю, надо обратить внимание. Итак, ну, соответственно, кто хочет, может ее тоже открыть в документации и следить за ней. Итак, в PostgreSQL мы должны различать три типа функций. Ну, равно, как и вообще в PostgreSQL. А именно, это функция, которая в PostgreSQL описывается как Immutable. Второй тип функций. Это функции, которые в PostgreSQL описываются как Stable. И третий, которые описываются как Volatile. Вот эти три типа. Значит, Immutable. Это функция, которая, будучи вызвана с одинаковыми параметрами, всегда возвращает одинаковое значение. То есть, дважды вызвали функцию с одинаковыми параметрами, и она вернула одно и то же. Функция Stable. Это функция, которая, будучи дважды, вызвана с одинаковыми параметрами. Возвращает всегда одинаковое значение. Но только при условии, что в базе данных при этом ничего не изменилось. То есть, что не менялись данные в базе. Господа, вот на этот момент я хотел бы обратить внимание. Итак, Stable. Это функция, которая возвращает одинаковое значение, будучи вызвана с одинаковыми параметрами. Но при условии, что в базе данных ничего не изменилось. А если в базе данных что-то изменилось, то она может вызвать разное значение. Вернуть. Ну и, наконец, Volatile. Stable это функция, которая никаких ограничений вообще не имеет. Почему мы должны различать эти три типа функций? Дело в том, что вызов функции в PostgreSQL операция, ну вообще в SQL, в базе данных. Операция, вообще говоря, дорогостоящая. Функция может выполняться довольно долго. В том числе и функции Mutable. Поэтому планировщик задач в PostgreSQL хитрит. Если функция объявлена как Mutable. И мы ее вызываем дважды с одними и теми же параметрами. А хочу обратить ваше внимание, что повторный вызов функции с одними и теми же параметрами. В СУБД является скорее правильным, чем исключением. То есть эта ситуация часто встречается. Вот. Так вот, если мы повторно вызываем функцию Mutable с одним и теми же параметрами. То она повторно может и не быть вызвана. Она может быть вызвана только один раз. А второй раз использовано значение просто тупо, без вызова функции. Использовано значение, возвращенное при первом вызове. То же самое может произойти и с функцией, описанной как stable. Но только при условии, что мы точно знаем, что в базе данных ничего не изменилось. Итак, если планировщик задач точно знает, что в базе данных ничего не изменилось. То он функцию, описанную как stable, также может повторно не вызвать. Так, а вот тут у меня к вам вопрос. Почему никто не смеется? Почему никто не смеется? Потому что то, что я сейчас сказал, на самом деле смешно. Да? Но вы подумайте, какую ахинею я только что сказал. Если он точно знает, что в базе ничего не изменилось. А вот теперь у меня к вам второй вопрос. А можем ли мы точно знать, что в базе ничего не изменилось? Оказывается, иногда можно. Потому что у нас есть такая классная штука, как транзакция и многоверсионность. Давайте-ка вспомним, что операции в SQL выполняются внутри транзакции. Вопрос. Операции в SQL вообще и в PostgreSQL в частности? Всегда выполняются внутри транзакции или только иногда? Господа, ответ. Операции в SQL вообще и в PostgreSQL в частности всегда выполняются только внутри транзакции. Всегда. Если же мы с вами не сделали этого, если мы в наглую не написали команду Start Transaction. Что это означает? Это означает, что мы с вами. Одно из двух. Либо транзакция была начата автоматически. То есть это зависит уже от клиентской библиотеки, что происходит. Некоторые клиентские библиотеки при этом начинают транзакцию без спроса. И дальше все идет. Это сами вставляют команду Start Transaction. А некоторые клиентские библиотеки входят в так называемый режим автокоммита. То есть, иными словами, они перед каждой командой говорят Start Transaction, а после каждой команды Commit Transaction. Но хотел бы обратить внимание, что в современном мире режим автокоммита считается безблагодатным. То есть, тот, кто хочет достичь высот духа, да, и хорошо обрабатывать данные, правильно работать, режим автокоммита использовать не должен. Ну, насчет высот духа мы сейчас это обсуждать не будем. Нам с вами главное понимать, что любая команда в SQL, в PostgreSQL в частности, выполняется внутри транзакции. А раз она выполняется внутри транзакции, то нам с вами нужно вспомнить про что? Про уровни изоляции транзакции. Сколько у нас де-факто, фактически, имеется уровень изоляции транзакции? Давайте начнем с того, сколько у нас их имеется теоретически. Теоретически у нас уровень изоляции транзакции имеется 4. Read uncommitted, да, read committed, да, repeatable read. И, наконец, какой последний? Кто мне напомнит? Serializer. 4. Уровень изоляции транзакции. То есть, при этом на уровне read uncommitted теоретически видны любые изменения, сделанные в базу. Вообще, слово совсем любые. Но, этот уровень в PostgreSQL, как мы знаем, не поддерживается вообще. То есть, даже если мы захотим работать на уровне read uncommitted, мы не сможем. Потому что, если мы будем работать на уровне read uncommitted, то в PostgreSQL считается, что мы с таким же успехом могли бы хранить данные на глиняных табличках, как в царствовании царях Амураби. Да, это как бы дело прошлое. Впрочем, какое свойство глиняных табличек? Помните, да, что у транзакции четыре свойства. Помните? Атомарность. Что там еще дальше? Целостность, изолированность и длительность. Вот по четвертому пункту глиняные таблички чемпион мира. Те транзакции, которые были зафиксированы еще в первом веке до нашей эры, до сих пор живут. Но это как бы нам неинтересно. Вот. А уровень изоляции транзакции serializable, хотя в PostgreSQL поддерживается, но на практике бесполезен. Я сейчас не буду вдаваться в подробности говорить, почему бесполезен. Это мы на курсах разберем. Поэтому его мы тоже рассматривать не будем. Остаются два. Read commited и repeatable read. Чем они отличаются? Они отличаются тем, что на уровне read commited у нас внутри транзакции видны только такие изменения, которые были зафиксированы другими транзакциями. А на уровне repeatable read видны только строки, вставленные другими транзакциями, но не измененные другими транзакциями. А вот теперь у меня возникает вопрос. Скажите, при каком условии? Два последовательных вызова функции, объявленные как stable, мы можем точно сказать, что в базе данных ничего не изменилось. А если быть более точным, то может что и изменилось, но изменения эти нам не видны. На самом деле, оказывается, условия довольно точно можно сформулировать. Условия верно. Если у нас уровень изоляции транзакции read commited, но одна и та же функция с одними и теми же параметрами дважды вызвана в одной команде, можем ли мы быть уверенными, что в базе данных ничего не изменилось между этими двумя вызовами? При условии, что эта команда A не вносит никаких изменений сама, раз, да, потому что если эта команда update, то это очевидно номер не проходит. Она сама вносит изменения. И второе, что из этой команды не вызывается функция, описанная как в лотайне. На самом деле, эти условия излишни, их можно ослабить. Но мы сейчас в подробности вдаваться не будем, вот это точно пройдет номер. То есть, оказывается, описатель stable в этом случае будет нам полезен. А если уровень изоляции транзакции repeatable read, то тогда все то же самое, но при условии, что эти две команды, две-два вызова даны не в одной транзакции. То есть, не в одной команде, а в одной транзакции. Опять-таки, на самом деле, это условие излишне. Потому что его можно ослабить. Но оно дано с запасом. Иными словами, описатель функции stable, несмотря на кажущуюся анекдотичность, на практике все же полезен. Здесь мне нужно сделать одну оговорку. Мне казалось очевидным, казался один факт. Но, как выяснилось, очевиден он не для всех. И мне придется его уточнить. Скажите, можем ли мы в базе данных изменить структуру данных? Например, добавить в таблицу новый столбец. Не изменяя самих данных. То сможем ли мы утверждать, что данные в базе изменились, если произошло следующее. В таблицу был добавлен новый столбец команды альтертейлера. Но больше не изменилось ничего. Он, например, был заполнен 0 значениями. В этом случае, изменились данные или нет? Господа, ответ, да, изменился. Почему? Дело в том, господа, что понятие структура данных является философским. Мы не можем никогда точно сказать, где у нас кончается описание структуры и начинается описание самих данных. То есть, это философическая проблема. Почему? Потому что структура данных существенно зависит от, вернее, не структуры, простите, описание структуры данных. Существенно зависит от того, какую модель данных мы используем. Одна и та же структура в реляционной модели данных будет описана одним образом, скажем, в иерархической другим. Кроме того, некоторые возможности, например, если мы описываем древовидную структуру данных. Классический пример дерево-каталог. В реляционной модели данных вообще нет места иерархическим структурам. Поэтому в этом случае, мы описываем описание структуры данных, у нас будет храниться в полях таблицы, как обычная данная. Но понятно, что верно и обратно. Бывают ситуации, когда мы описываем данные, просто создавая подходящую структуру. Но правда, эта ситуация в SQL встречается редко. Но бывает. Поэтому действует такое правило, что если мы хоть пальцем тронули структуру, то, стало быть, данные у нас изменились. Ну, что-то там поменялось. А данные у нас точно изменились. Иными словами, может быть и можно изменить данные, не меняя их структуру. Это тоже вопрос философский. Но это нам не важно. Вот можно ли менять данные, не меняя структуру, это не имеет значения. На самом деле. Вот. А вот тот факт, что изменить структуру, не изменив данных, невозможно в принципе. Это имеет значение. Поэтому. Вот здесь есть такой вопрос. Если у нас уровень изоляции транзакции repeatable. Поможет ли между двумя одинаковыми вызовами функции попадаться команда альтертейнер? Ответ. Нет, конечно, потому что она... Ну, вернее, может. Попадаться-то может. Но функция при этом будет вызвана также. Да, то есть это не будет считаться, что в базе ничего не изменилось. Изменилось. Вот. Дальше. Вот это, что касается таких трех типов функций. Кроме того, в POSDRY SQL еще... Да, господа, я сразу скажу, что я сейчас выношу за скобки один важный вид функций. А именно триггерные функции. Их обсуждать мы не будем. Потому что этот вопрос касается не функций, а триггеров. Триггерная функция не имеет никаких особенностей по сравнению с обычной функцией. Кроме того, откуда она вызывается. То есть различие между триггерной функцией и обычной лежит не в том, как она написана. А в том, кто ее вызывает. Поэтому это нам не интересно. Не, ну там, конечно, есть проистекающие из этого различия небольшие. Но они минимальны. Вот. Поэтому триггерная функция мы обсуждать не будем. Значит, какие еще функции? Что еще можно сказать про функции POSDRY SQL? Значит, функции можно различать еще по трем. Еще три вида. Ну, тут на самом деле как считать? Два или три. Первое. Это функции. Функции. Возвращающие значения. То есть это обычная функция. Вызвана с обычными параметрами и вернула обычное значение. Вот. Эти функции ничем не интересны. Это, по сути, то же самое, что и функции в обычных языках программирования. Они могут иметь побочный эффект, могут его не иметь. В данном случае это не принципиально. Второе. Это функции, возвращающие результирующее множество. Результат этой функции будет примерно равен, равнозначен результату команды Select. Здесь я хотел бы обратить внимание, что эти функции, опять-таки, они встречаются во многих с UBD, там, и в MS SQL, и в Oracle. Но в PostgreSQL они имеют одну особенность. Вернее, как. Эта особенность на самом деле закреплена стандартом. Поэтому я думаю, что в других с UBD она, если не реализована сейчас до сих пор, то будет реализована. Но в PostgreSQL это реализовано уже сейчас. Вопрос, который мне задают на первой части курса почти всегда. А можно ли в PostgreSQL создать представление с параметрами? Они мне задают этот вопрос при обсуждении команды CreateView. Вот можно ли команды CreateView создать представление с параметрами? Ну что такое представление, я думаю, вы помните, пояснять не надо. Вот. Потому что люди ищут, 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 и в документации нигде не могут найти такой возможности. Да, действительно, господа, командой CreateView представление с параметрами невозможно создать. Но, если вы создадите функцию, возвращающую результирующую множество, то это и будет точный аналог представления с параметрами. То есть, по сути дела, это оно и есть. Ну, или если быть более точным. Скажите, а если мы действительно хотим создать представление с параметрами? Или даже не так? Скажите, если мы создадим командой CreateView представление, может ли это представление иметь побочный эффект? То есть, иными словами, может ли произойти следующее? Создали представление командой CreateView. Потом сказали Select по этому представлению. И в результате этого Select в базе данных что-то поменялось. Может ли такое быть? Может. При каком, например, условии? Ну, понятно, это можно сделать многими способами. Ну, например, как? Я прошу прощения, я сейчас скажу, товарищи, в познании. Вы пока подумайте. Алло? Да, слушаю вас. Простите, у меня сейчас нет времени, извините. Сейчас не могу разговаривать. Простите, не знаю, у меня сейчас нет времени. Вот. Так вот, господа. На самом деле такое возможно, если изнутри представление. Представление это же команда Select. Да? В простейшем случае. А может ли эта команда Select вызывать функцию, описанную как Volatile? Ведь функция, описанная как Volatile, может иметь побочный эффект. И если при создании представления мы использовали такую функцию, представление, получается, может изменять данные в базе. Хорошо это или плохо, это вопрос дискуссионный. Есть мнение, что представление нельзя создавать так, чтобы они имели побочный эффект. Есть такое мнение. Я сейчас не буду с этим мнением ни спорить, ни опровергать его, ни подтверждать. Я скажу, есть такое мнение. Но. Вот. Опять-таки. По всем, по мнению подавляющим большинства, представление с параметрами, если оно возможно, может иметь побочный эффект. В PostgreSQL это реализуется путем написания функции, возвращающей результирующее множество. Значит, господа, позвольте я сейчас, сегодня, так как у нас семинар, я хотел бы дать вам обзор возможностей. Поэтому я, к сожалению, не успею вам это показать. Поэтому, чтобы это показать, что я могу сделать? Где-нибудь в декабре месяце, в декабре-январе, я просто выложу небольшой видеоролик. Это будет не семинар. Я просто выложу ролик. С демонстрацией этих возможностей. Сделаю это отдельно. Другому. Я, к сожалению, не успел на этот раз. Ну и самое главное. Приглашаю на курсы, где мы это разберем своими руками и в детали. То есть я сейчас, по сути, голубым по европам пробегаюсь через материал второй части курса. Вот. Так вот, господа. Функция, возвращающая результирующее множество, можно создать несколькими способами. Опять-таки, несколькими способами ее можно использовать. Это мы с вами все посмотрим. И следующий важный момент. Вот, господа. Когда мы с вами возвращаем результирующее множество, то есть один эффект, не шибко приятный, который при этом возникает. На эти грабли наступают почти все, кто начинает вот, ну, на первых где-то двух-трех годах работать с постгрейской, в частности, SSQL вообще. А выглядят эти грабли так. Сказали select, и программа зависла. После этого прерываем программу. Речь идет о прикладной программе. Господа, я тут попрошу вспомнить, что мы никогда в жизни не работаем с базой данных непосредственно. Мы всегда работаем с ней через какую-то прикладную программу. Ну, например, пишем приложение на системе Django. Да, там на питоне для веба, там под ней лежит база данных. Или там еще как-нибудь. Итак, сделали, сказали select, приложение зависло. И висит, хоть-то тресно. Прерываем приложение, подключаемся к постгрейской напрямую через утилиту PSQL. Вводим ровно тот же самый select. Ничего не висит, все выдается нормально. Кто мне объяснит, в чем грабли? Господа, вот на эти грабли, 100% напарываются все, кто пользуется различными системами так называемых объектно-релационных соответствий, ОРМ. Вот там обязательно, вот чтобы никто на них не напарывался, не бывает. Но на них также напарываются и те, кто этими системами не пользуется. Господа, дело в том, что подавляющее большинство клиентских библиотек устроены следующим образом. они подключаются к базе данных. Когда вы выполняете select, они работают так. Они скачивают это результирующее множество до конца и только после этого предоставляют вам возможность с ним работать. вот в подавляющем большинстве случаев это не то, чего мы хотим. В подавляющем большинстве случаев мы хотим обрабатывать строки результирующего множества по одному, по одной строке. то есть мы хотим, чтобы строка результирующего множества скачивалась тогда и только тогда, когда мы ее об этом попросим. и вот здесь у нас на первый план выплывает понятие серверный курсер. Ну и если работать с курсером по старинке, мы должны создать серверный курсер, привязать к нему команду select соответствующей операции и после этого по одной считывать строки. Однако, господа, поставляю SQL дает нам возможность написать функцию возвращающую курсор. Функция возвращает серверный серверный курсор. Иными словами, вызвали функцию. она нам вернула курсер. И потом с клиентской стороны мы можем посредством этого курсера запрашивать строки в том количестве, в каком нам надо. По одной, по две, по пять. Можем дочитать и все до конца. Но хотел бы обратить внимание в этой связи на два момента. Момент первый. Функциями, которые возвращают серверный курсор, часто пренебрегают. То есть, очень часто разработчики на поздравляем SQL забывают, что нам не нужно городить огород в прикладной программе и считывать там, разбивать запрос на кусочки поменьше. То есть, они пытаются обойти эту проблему, переписывая запрос, чтобы он возвращал результат по кусочкам. Хотя, на самом деле, можно воспользоваться серверным курсером. Все будет гораздо проще. Но в PostgreSQL можно сделать и еще один шаг вперед. Можно написать функцию, возвращающую курсер. То есть, функцию, которая всю подготовку к запросу выполнит сама. и вернет нам, по сути, уже готовый запрос, привязанный к курсеру. Соответствующий тип данных в PostgreSQL так и называется ref-курсер. Но когда вы будете работать с этой функцией, возвращающей курсер, о чем нельзя забывать? Вопрос. О чем надо всегда помнить, работая с функцией, возвращающей курсер? Вот это вторая ошибка, на которую часто напарываются, работая с этой функцией. Что после окончания работы с серверным курсером, серверный курсер необходимо закрыть. Вот. А закрывать ему должна в этой ситуации естественно прикладная программа. Поэтому если вы в прикладной программе используете функции возвращающие курсеры, не забудьте пожалуйста про корректную обработку исключений. Очень часто лажают в этой ситуации программисты ну почему-то я не знаю почему, но особенно часто лажают программисты на PHP. Почему-то они об этом часто забывают. Но правда они вообще не используют функции возвращающих курсеров, но редко используют. Но лажают в этом вопросе неправильной обработки исключений. Откровенно говорят для меня загадка почему это происходит, потому что явно не потому, что там сплошь дураки, потому что там не дураки. но так как я с PHP не работаю, я к сожалению не знаю в чем причина. Вот. Итак, господа, еще мы должны про функцию помнить. Вот последний момент особо, что функция может возвращать серверный курсер. Естественно, господа, я особо отмечаю, что это конечно же серверный, а не клиентский курсер, потому что речь идет о серверной функции. Клиентский курсер, серверная функция естественно вернуть не может, что вполне очевидно. Вот. Что еще можно сказать про функции? Знаешь, господа, я скажу еще некоторые вещи, которые на функции, ну, скажем так, не то, чтобы они были бесполезны, но я обязан про них упомянуть, но лично мне не удалось извлечь из них пользы. Например, мне не удалось извлечь пользы из так называемых многопоточных функций. Функции в PostgreSQL могут быть объявлены как поток обезопасные, то есть которые можно вызывать в многопоточном режиме. Но мне не удалось извлечь из этого пользы и не удалось узнать, кто смог извлечь из них пользы. Что, впрочем, никоим боком не означает, что от них нет пользы. И еще вещи, с которой мне, лично мне, пользы не удалось извлечь, но я точно знаю, что есть люди, которым удалось. Это из так называемых оконных функций. Но, господа, оконные функции мы не будем обсуждать не потому, что я из них не извлек пользы, а потому, что оконная функция это не совсем функция. Вот тут хотел бы обратить внимание, господа, оконные функции это объект несколько иной природы, чем просто функции. И обсуждать их надо тоже отдельно. Поэтому мы это вынесем на другой раз. Ну и наконец последнее, что я хотел бы сказать о возможностях функций в PostgreSQL. Пожалуй, наверное, самое важное. Потому, что то, что я сейчас рассказал, это вещи, которые, в общем-то, более или менее банальны. А вот, что не является банальным. В PostgreSQL можно писать функцию не только на встроенном языке. То есть, на каком языке можно писать функции в PostgreSQL. естественно, на встроенном языке PLPGSQL. Вот так он называется. Это встроенный язык, который, ну, собственно, это язык самого PostgreSQL. Это понятно, это очевидно, ну, как бы, хотя и интересно, но не особо. Второе. функцию можно писать на языке C и ему подобных. То есть, функция в PostgreSQL можно писать на языках C, C++, Pascal, блаженной памяти. Да? Да. Правда, я не видал, чтобы кто-то писал функции в PostgreSQL на Фортране, но думаю, что это по определенным причинам происходит, думаю, что это и не очень надо. Хотя, господа, в последнее время, последние несколько лет, на передний край информационных технологий выходит раздел, который называется Data Science, да? Наука о данных. Ну, или, если быть более конкретным, раздел, который называется Big Data, да? Анализ больших данных. Ну, то есть, Data Science вообще и Big Data в частности. А если говорить еще более широко, то, наконец-то, люди опять вспомнили, что наука существует. Да? В чем, надо сказать, это касается не России, ну, не столько России. В России это об этом, собственно, и не забывали. Вот. Другое дело, что были причины, почему пришлось память об этом немножко оставить при себе. А вот в мире об этом действительно вспомнили. Поэтому на первый план опять выпуло решение задач физики, географии, математики и прочего. И в этой связи я вам скажу так. Если вы будете работать в области анализа данных, то язык Фортран вам необходимо будет знать. Но непосредственно к PostgreSQL он все-таки отношения не имеет. Вам его придется использовать иначе. то есть встраивать фортрановские модули в PostgreSQL не самая разумная идея. Хотя это и возможно. Но даже если это и будет возможно, то это относится к пункту 2. Потому что все эти языки компилируемые раз. То есть они компилятся компилятором как язык C. И два. Они поддерживают стандартный интерфейс языка C. То есть могут быть скомпилены в один модуль, в один исполняемый модуль с программой написанной на языке C. Поэтому это мы отдельно разбирать не будем. Опять таки написание функции на языке C ничего экстраординарного собой не представляет. Потому что сам PostgreSQL написан на языке C. Посему и функция написанная на языке C носит специальное название называется функция расширения. А вот дальнейшие пункты интерес представляют. На самом деле господа функция на PostgreSQL можно писать на любом почти на любом языке программирования. Правда для этого необходимо чтобы в состав PostgreSQL присутствовал соответствующий процедурный модуль. В PostgreSQL имеются процедурные модули для очень большого числа языков. но я бы в первую очередь упомянул бы три из них. При этом ну скажем так я их упомяну приблизительно в порядке убывания значимости. Я могу ошибаться но думаю что приблизительно это так и есть. Это язык Python соответствующий модуль называется PLPton3 ну уж Python версии 3. Для версии 2 тоже есть модуль PLPton3 4. Это язык R соответствующий модуль называется PLR Lua. пятое это язык Lua соответствующий модуль называется PLLua. Вот на этих языках дополнительные функции PostgreSQL широко распространены на их написании. Насчет порядка значимости это конечно вкусовщина чистая. А вот если считать по пальцам количество написанных функций то порядок будет примерно таким. подавляющее большинство функций на PostgreSQL естественно написано на языке PLPGSQL несколько меньшее количество ну правда радикально меньше написано на языке C ну и ненамного меньше чем на C пишут на PLPton ну примерно раза в 3 меньше чем на PLPton пишется на PLR ну правда господа то что их меньше по штукам это еще не значит что они менее значимы сами понимаете да ну как бы то ни было ну и еще примерно в 3 меньшее количество пишут на языке PLU я хотел бы обратить внимание что питон это вообще говоря универсальный язык программирования поэтому если вам вдруг вздумается написать функцию которая делает примерно следующую которая проверяет а нет ли часом на стороннем сервере причем не SQL на стороннем сайте новой версии данных не пора ли обновить данные но хотелось бы чтобы это происходило не отдельным запросом а чтобы прямо в команде select в случае чего проставлялась пометка что данные устаревшие то есть чтобы сама команда select слазила на сторонний сайт и посмотрела а нет ли там чего новенького вот в этом случае мы можем воспользоваться модулем расширения PLP и заставить подгрей SQL самостоятельно слазить на сторонний сайт это первый случай но господа хочу обратить внимание что к написанию вот таких вот акробатических функций надо все таки относиться с аккуратностью пожалуйста ни в коем случае не делайте таких вещей без консультации с вашей службой безопасности что вы сами понимаете что если SQL сервер вдруг начинает лазить на сторонние сайты то это потенциальная дырка в безопасности однако даже при параноидальных требованиях к уровню безопасности все равно такие функции могут работать например мы можем их написать для работы не на основном сервере а на вспомогательном выставленном за периметр да ну сами понимаете структуру основной сервер работает а на вспомогательном сервере работает такая функция и все окей да вот ситуация ну такая более более жизненная я бы сказал более часто встречающаяся дело в том что как вы прекрасно понимаете PostgreSQL не приспособлен для ну как и любая реляционная модель не приспособлена для масштабных расчетов статистики представьте себе что вам нужно считать какой-то массив данных и посчитать например его дисперсию можете ли вы это сделать на PostgreSQL да в общем конечно не вопрос там и функция такая есть кстати но давайте подумаем а что будет если нам с этим массивом данных нужно не просто посчитать дисперсию а сначала выполнить какие-нибудь нетривиальные вычисления а потом посчитать дисперсию вот в этом случае PostgreSQL сам по себе хотя и справится с этой задачей конечно но он будет работать долго и вот в этом случае мы можем воспользоваться модулем PLPITON3 и существенно ускорить скорость выполнения таких задач правда для того чтобы это действительно было так к этому модулю нужно еще воспользоваться соответствующими статистическими библиотеками например библиотекой numpile но когда мы пользуемся модулем PLPITON3 PostgreSQL глубоко наплевать какие там еще дополнительные модули мы используем еще один пример когда я бы использовал вот такую функцию загружаем в базу данных картинки и хочу я чтобы из этих картинок был сразу склеен видеоклип не умеет PostgreSQL склеивать видеоклипы а в питоне есть библиотеки которые умеют это делать например библиотека Open Computer Vision или еще пример загружаем в базу данных картинки и хотим определить сразу автоматически фамилию того человека который на этой картинке сфотографирован по картинке как вы понимаете для этой цели нам не надо запасаться в достаточных количествах кофейной лущей нам достаточно воспользоваться модулем распознавания лиц включенным в библиотеку OpenCV но разумеется не без последующей проверки понятно что такая задача не может быть точно решена но однако FastGraySquare сам по себе бессилен в этом вопросе а вот при помощи модуля PL-PITON PL-PITON 3 мы можем подключить практически какие угодно возможности которые у нас есть вот что касается модуля PL-R PL-R это специальный язык специального назначения то есть в отличие от PITON который универсален R это язык специального назначения предназначенной для целей статистики лично по моему мнению этот язык не имеет смысла использовать потому что язык PITON 3 с соответствующими библиотеками значительно перекрывает R по своим возможностям но это моё мнение на самом же деле ситуация немножко не такова на самом деле когда мы занимаемся обработкой Big Data у нас сплошь и рядом уже имеется изрядное количество программного обеспечения уже написанного на языке R естественно в этой ситуации было бы идиотизмом переписывать его на питоне несмотря на моё мнение на этот счёт потому что одно дело каким языком начинать пользоваться и совсем другое дело переходить с одного языка на другого так вот если мы уже пользуемся языком R то отказываться от него однозначно неразумно вот соответственно начинать им пользоваться или не начинать им пользоваться это чистая вкусовщина моё мнение таково но не следует придавать ему значение большего чем вкусовые ощущения одного человека я могу сказать что я так же не люблю есть гречневую кашу из этого не следует что теперь не должен есть никто в мире да однако с учётом того что возможности что на языке R уже написано довольно много аналитических программ и в вашей организации вполне возможно что они используются вы можете воспользовавшись этим модулем подружить эти программы с базой данных по средству ну и наконец PLUO язык Lua имеет значительно меньшую сферу применения но пожалуй самым главным для чего я рекомендовал бы обратить внимание на этот модуль это для подготовки макетов для типографии язык Lua в последнее время по какой-то плохо понятной мне причине используется в типографском деле откровенно говоря так сейчас я вы знаете насчет более ну господа давайте я под языком Lua подведу черту в данном случае я его написал здесь потому что на нем имеется значимое количество написанных вы знаете я даже не берусь сказать какие еще языки поддерживает PASC-SQL в качестве модуля вот этих процедурных модулей насчет Go не знаю но откровенно вам скажу я буду очень удивлен если такого модуля нет совсем единственное что я могу сказать что этого модуля я не нашел в комплекте поставки Linux но то что его нет в комплекте поставки разумеется не означает что его нет совсем вполне вероятно что кто у нас язык Go разрабатывает Google я не перепутал да по моему да так вот я буду очень удивлен если Google вместе с языком Go не предоставит нам модуль процедурный модуль для PASC-SQL для этого языка почему да дело в том что Google пользуется PASC-SQL и будя они уж новый язык программирования продвигают было бы глупо его не привязывать но правда своими глазами я этого модуля не видел но не видел лишь потому что не из того но я совершенно точно знаю что существуют модули для языка PL для языка TCL какие там еще есть для языка Prolog что интересно ну для языка LISP это уж сам Бог велел я правда если честно не очень понимаю как можно пристегнуть LISP PASC-SQL но поверьте к чему только его не пристегивают поэтому с другой стороны его отсутствие меня удивило бы еще больше вот поэтому насчет Go я ручаться не могу но думаю что если его и нету то он будет в ближайшем будущем и наконец самое интересное по поводу дополнительных языков написать собственный процедурный модуль для собственного языка SuperPuper языка программирования правда при условии что у нас уже есть интерпретатор этого языка если у нас уже есть интерпретатор ну кстати я же забыл естественно Java да конечно же Java и JavaScript это само собой правда я не назвал бы ни тот ни другой экзотическим правда вот честно говоря насчет PHP не припомню но по-моему тоже есть про Java и JavaScript это сто пудов я вам даже больше того скажу по JavaScript существует модуль привязки не просто для JavaScript само собой но еще и для библиотеки jQuery я правда не пробовал им пользоваться но чисто теоретически это должно дать весьма любопытные возможности ну естественно для веб-проектов jQuery это же вебовский язык вот ну просто веб это не моя специализация поэтому тут уж вам виднее так вот господа если у вас есть интерпретатор некоего супер-пупер языка соответствующего современным стандартам а что значит соответствующего современным стандартам это значит что этот интерпретатор должен иметь стандартизованный интерфейс для модулей написанных на языке C то есть стандартизованный интерфейс модулей расширения на самом деле этот стандартизованный насчет модулей расширения это я чуть-чуть сболтнул стандартизованный интерфейс языка C имеет два пункта это интерфейс из нашего языка к модулям расширения на C раз и второе это интерфейс из языка C к интерпретатор То есть, который позволяет вызвать питоновскую программу из программы NOSI. R-овскую программу из программы NOSI. Так вот, подавляющее большинство интерпретаторов современных языков такой стандартизованный интерфейс имеют. Это и питон, и R, и Ruby, и Java, и JavaScript. Все имеют. А вот при этом условии написать собственный процедурный модуль PostgreSQL для любого языка, который вы вздумали, не составляет очень большого труда. На это я хотел бы обратить особое внимание. Разумеется, полная поддержка языка в PostgreSQL процедурным модулем, это, конечно же, дело весьма хлопотное. Но ведь полная поддержка нам не всегда и нужна. Иногда нам достаточно написать процедурный модуль не для того, чтобы любая программа на языке супер-пупер вызывалась из PostgreSQL. А нам достаточно написать процедурный модуль для того, чтобы данная конкретная группа программ вызывалась. А вот это дело уже совсем другое. Это уже вполне выполнимая работа для небольшой команды разработчиков. Вот, пожалуй, это особенность функций PostgreSQL, возможность их написания на любом языке программирования. Я на нее хотел бы обратить особое внимание. Но как это не парадоксально? Ну, понятно, что на курсах мы разбираем только вариант программирования на Питоне. Как наиболее универсальный, остальные, в общем, делаются по той же схеме. Если вам на практике реально понадобится R или LO или GO, я не думаю, что у вас возникнут сложности, зная, как это делается на Питоне. Но, тем не менее, много времени у нас разбора того вопроса на курсах не занимает. Дело в том, что при всей важности этого вопроса разбирать там особо нечем. Господа, и финальным аккордом, что я хотел бы вам еще рассказать сегодня, это модуль расширения, который понадобится почти всем из вас. И я буду очень удивлен, если он кому-либо не понадобится. Нет, ну, конечно, бывает. Всякое в этом мире бывает. А модуль этот называется PostGIS. Вот так. Вот этот. Этот модуль предназначен для написания геоинформационных систем. Я, откровенно говоря, очень мало в последнее время видел проектов, которые совсем не включали бы возможности геоинформационных систем. Я видел проекты, которые включали мало возможностей. Немножечко, чуть-чуть. Это было. А вот чтобы их не было совсем, по-моему, за последние лет пять видел парочку. И то, один из них, это был военный проект по расчету аэродинамики крыла. То есть он даже не столько постгрессовский был, там просто массивы данных по постгрессовой хранились. Кстати, хранились довольно любопытным способом. Но это тема отдельного разговора. Извините, могу я вам дойти? Я побуду. Да, конечно. Господа, если что, вебинар записывается, он будет. Мы знаем, что это будет. Ну, это же семинар, тут же, знаете, обязаловки нет никакой. Ну, конечно, конечно, но усмотрение. Вот. Так вот, господа, в этом модуле расширения имеется большое количество функций, которые поддерживают геоданные. И если вам необходимо хранить широту, долготу, координаты на местность, да, я вас всячески призываю не заниматься самолечением, а установить этот модуль, даже если, даже в том случае, если вам нужно сделать всего один столбец с этими данными во всей базе. Господа, пожалуйста, если у вас, вот знаете, я не буду показывать пальцы, но я знаю одну демонстрационную базу данных, где допущена такая ошибка. Дело в том, господа, что в PASD SQL есть набор типов данных геометрических. Точка, прямая, плоскость, да, для геометрии. Так вот, я нашел одну демонстрационную базу данных, к сожалению, где допущена ошибка. Координаты места на земле, координаты населенного пункта, там были сделаны не двумя полями широта-долгота, а одним полем типа точка. Взятым не из этого модуля, а из того, который в PASD SQL встроен. Господа, хочу обратить ваше внимание, что точка, которая встроена в PASD SQL, тамошний тип-поинт, это точка на евклидовой плоскости или точка в евклидовом пространстве, а не точка на земной поверхности. Это разные вещи. И работать он, естественно, будет неправильно. Поэтому, если вам это необходимо, то либо храните эти значения в виде двух отдельных полей, широту отдельно, долготу отдельно, или же, если вы очень хотите сделать все по науке, даже ради одного поля скачайте этот модуль. PASD SQL устроен... Этот модуль занимает очень немного места. То есть там, по-моему, медабайт 20 или даже меньше там. То есть капля в море. А PASD SQL, и это, господа, наверное, уже последнее, что я скажу, устроен таким образом, что те возможности, которыми вы не пользуетесь, его и не беспокоят. То есть наплевать, что в этом модуле функций несколько сотен. Если вы их не вызываете, никого они беспокоить не будут. Ну, хранятся, но занимают несколько мегабайт. Что такое несколько мегабайт, если у вас база данных имеет размер под пару гигабайт? Вот, господа, это, пожалуй, последнее, что я вам скажу сейчас. А сейчас я, если есть ко мне какие-нибудь вопросы, я постараюсь на них ответить. Ну, соответственно, в чат тоже можно их написать. А, вот тут что-то есть, я, видимо, что-то не вижу. А, нет, это я прочитал. А это? Это я тоже прочитал. Нет, не посоветуйте книгу по самому языку. Господа, самая главная книга по языку SQL. Да? Знаете, назову. Или не стоит. Назову. Значит, господа, на самом деле я вам скажу, как это не парадоксально, но книга по языку SQL, не по постгрейскому SQL, а просто по SQL. Она, по сути, одна. Мартин Грамбер. Называется она «Победение в SQL». Однако, господа, я хочу обратить ваше внимание на одну важную вещь. Пусть вас не смущает то, что этой книге побед 100 лет. Так, сейчас, секундочку, я отвечу. Если есть опыт SQL, пару лет, с какого модуля стоит начать обучение? Вы знаете, опыт использования транзакта SQL покрывает примерно 50% материала первой части курса. Дело в том, я сейчас пару слов на этот счет скажу. Я бы все-таки, лично я, посоветовал бы начать обучение с первой части курса. Однако, имейте в виду, что новую информацию у вас там будет примерно половина. И тому есть несколько причин. И этот вопрос, то есть причин, почему вторая половина будет новой. Почему там 50% старого, понятно. А вот почему 50% нового, я сейчас скажу. И это по той же причине, почему вот эта книжка, которой в обед 100 лет. Да, да, да. Так, господа, книжек много. И упоминание одной не умаляет достоинства других. Да, да, да. Я же вам скажу. Ну, господа, я же не имею права вам говорить, что эту книжку можно скачать на торрентах. Да, я же не могу так сказать. Вы же понимаете, да? Так что, насчет в печати. Вот. Так вот, господа. Разумеется, это никоим боком не означает, что нет других. Но хотел бы обратить внимание, что из всех других книжек значительная часть переписывает то же, что написано у Грэблера. Многие даже не удосуживаются другие примеры привести. Это во-первых. Во-вторых, господа, я хотел бы обратить внимание, что в данном случае тот факт, что этой книжке в обед 100 лет, может даже быть положительным. У вас не будет иллюзий по поводу новизны. Видите ли, дело в том, что я в современных, заметьте, современного издания книжках, нахожу целый ряд характерных ошибок. Значит, первая характерная ошибка, встречающаяся в современных книжках. Это злоупотребление использованием реальных ключей. В современных базах данных редко используются реальные ключи. Чаще используются фиктивные ключи. Ну, то есть, если переводить на обычный язык, это поле идентицы. Идет. Но дело в том, что использование фиктивных ключей является вообще нормой жизни. Ну, вот как бы уже лет 15, как реальные ключи являются исключением, а не правило. На наших курсах мы с вами разбираем этот вопрос. Когда следует использовать реальный ключ? Когда фиктивный ключ? Если реальный ключ, то какой? Если фиктивный ключ, то какой? Потому что они тоже бывают разные. В современных книжках очень часто в качестве первичного ключа в базе... Замите, я не скажу в современных. В книжках современного издания используют, например, название города. Но, простите, это ошибка. Для Грабера это ошибкой не было. Да? В 90-м году. Но в наше время это почти наверняка ошибка. Если уж очень хочется использовать название города в качестве ключа, то используйте его как вторичный ключ, но не как первичный. Но на курсах я об этом говорю гораздо более подробно. Поэтому уж извините, я... Разумеется, я не ставлю своей целью вас убедить сейчас в своей правоте. Поэтому, если кто-то со мной не согласится, милости прошу на курсы, обсудим там. Ну, или на следующий семинар обсудим там. Если будет много пожеланий, можно специальный семинар на эту тему сделать. Вторая ошибка, которая встречается в книжках современного издания, но была нормальной для Грабера. Это злоупотребление писателем нот-нуль. Понимаете, если вы пользуетесь... То есть, как бы во времена, когда Грабер писал свои книжки, почти на автопилоте всем полям в базе данных прописывали нот-нуль. Вопрос, почему? Да, то есть, в связи с тем нот-нуль, 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 даже не задумывались об этом. Но, господа, в современных базах данных такое поведение однозначно ошибка. Если мы и прописываем нот-нуль, мы должны делать это сознательно, подумав, а правда у нас у этой колонки нот-нуль? Да? Да. А почему у Грабера делали так? Да по банальной причине. Дело в том, что в те времена подавляющее большинство баз данных были мигрантами с КАБОЛ. С языка КАБОЛ. Подавляющее большинство. А на языке КАБОЛ не было возможности написать полю нот-нуль. Поэтому Грабер это и прописывает. Более того, я, к сожалению, не помню, но не помню во всех ли изданиях, но в первых изданиях Грабера у него там даже и написано, что вообще-то нот-нуль писать всегда не надо. Но так как вы, ребята, вашу базу данных будете портировать с КАБОЛа, то напишите. По-моему, из последующих изданий эта оговорка исчезла. Зря, кстати. Но, тем не менее, повтор вот этого момента в книжках современного издания встречается сплошь и рядом. Именно поэтому я вам дал нарочно ссылку на старую книжку, чтобы вам было легче разобраться, где старье, а где современность. И всегда угадал. Господа, позвольте мне сейчас, книжек много, разумеется, всех их я не знаю. Поэтому, если вы мне сейчас скажете, а хорошая ли книжка такая-то, разумеется, я с большой вероятностью этого просто не знаю. С другой стороны, если вы возьмете какую-то другую книжку, то я вам скажу, что откровенно плохих из них очень мало. Они, по крайней мере, в подавляющем большинство неплохи. Насчет хорошей, это, конечно, вопрос дискуссионный, но я скажу так, как меньше. Кроме того, разумеется, не забывайте про документацию на сайте. Документация есть на сайте самого Fastgress. Кроме того, есть документации, есть ее перевод на сайте российской фирмы Fastgress Professional. Fastgresspro.ru Я вам могу сказать, что в отличие от большинства переводов документации, этот перевод сделан нормально. То есть, им можно пользоваться. В большинстве случаев я призываю переводам не доверять. Но в данном случае я призываю ему доверять. Fastgresspro.ru А Fastgress.ru А Fastgress.ru называется Fastgress.ru Так вот, что будет ровно? Мы там разбираем вопрос относительно того, как разрабатывать структуру базы. Практика показывает, что редко это отдельно обсуждается. То есть, первая часть курса, первое занятие полностью посвящено, как создать базу с нуля. То есть, какие при этом нужно сделать выкладки, о чем подумать, что написать, что нарисовать, как запрограммировать. В частности, мы уделяем много внимания такому понятию, как миграция. Но только не миграция сервера с версией на версию. Миграция сервера с версией на версию – это материал, который относится к курсу администрирования Fastgress.ru или вторая часть. В курсе для разработчиков мы не рассматриваем миграцию сервера с версией на версию. Под словом «миграция» мы в данном случае подразумеваем перевод базы данных с предыдущей стадии развития на новую стадию развития. То есть, создание в базе новых таблиц, добавление колонок в старые, создание новых объектов и так далее. Изменение структуры и прочее. Это тесно смыкается с материалом курса Python, третья часть программирования для веба. Вот там понятие «миграция» на полную катушку используется. И это же тесно смыкается с материалом курса по Ruby on Rails. Там это тоже есть. Далее. Мы подробно разбираем понятие вспомогательного подзапроса. Вот, господа, использование вспомогательных подзапросов, я, откровенно говоря, не знаю, уже это сделано в транзакт SQL или еще нет. То, что... Ну, у меня просто устаревшие сведения. Поэтому я скажу так. Использование вспомогательных подзапросов в транзакт SQL пока не принято. И, соответственно, большинство специалистов по... Ну, я опять-таки, я не знаю почему. То ли это еще там не реализовано, то ли реализовано, но пока не вошло в практику, не могу сказать. Но как бы то ни было, не принято. Вот. Соответственно, большинство специалистов по транзакту SQL не умеют с ними работать. А это необходимо, потому что в PostgreSQL использование вспомогательных подзапросов является одним из основных средств. С одной стороны, по страхе не запрос. Раз. А с другой стороны, это одно из основных средств оптимизации запроса. Потому что в PostgreSQL отсутствует такая богопротивная вещь, как хинты. Ну, кто работал на Oracle, тот вспомнит, что это такое. Вот это еретическая вещь, это зло. Да? И вообще в PostgreSQL решили, что тому, кто пользуется хинтами, тому-то будет анафеля. Вот. Но видите ли, в чем фокус? Дело в том, что полный отказ от управления планом запроса, все-таки вещь не очень-то хорошая. Поэтому в PostgreSQL можно управлять планом, построением плана запросов, но делается это более мягким способом, посредством использования вспомогательных подзапросов. То есть это не такая топорная штука, как хинты, а более мягкая. Соответственно, работая в дальнейшем с функциями, мы работаем и с этими вещами. Ну, и еще несколько тем, которые мы там разбираем. И самое, пожалуй, такое же вытрепещущее, господа, что вызывает проблемы. Это такие специфичные для PostgreSQL вещи, как сброс дампа базы. В логической резервной копии. Вообще-то создание логической резервной копии и некоторые другие операции вспомогательные относятся к администрированию PostgreSQL или подробно разбираются в тех курсах. Администрирование, резервирование, репликация, но дело в том, что разработчику это тоже необходимо. Разработчик не может эффективно работать, если он не умеет сбросить логические резервные копии и прочее. Физическое резервирование мы на этом курсе не рассматриваем. А вот логическую резервную копию мы сбрасываем. Ну и также несколько других вспомогательных операций, которые с этим связаны. И еще один очень важный момент. Еще один важный вопрос, который мне не задали, но наверняка зададите на курсах. А есть ли на PostgreSQL какая-нибудь графическая оболочка, которой можно работать? Правильный ответ, к счастью, нет. На самом деле, если переводить этот ответ на нормальный язык, на самом деле есть, конечно. И не одна, их очень много. Но, в отличие от коммерческих, ну, PostgreSQL на самом деле коммерческие, Но в отличие от проприетарных баз данных, в PostgreSQL исповедуется очень важный принцип. Никакая графическая оболочка не имеет права быть обязательной для работы. Вот это жесткий принцип, который используется в PostgreSQL. Поэтому мы ни на первой, ни на второй части курса никакой графической оболочкой не пользуемся. Я, как бы, на самом деле, по моему мнению, это правильная позиция. Более того, человек, который не может работать с базой данных, Причем, заметьте, это касается не только PostgreSQL, это касается и Oracle, и MS SQL, всех СУБД. Так вот, человек, который не может работать с СУБД из командной строки, при помощи утилиты командной строки, Работать с СУБД не умеет. Моя позиция на этот счет однозначна. Вы знаете, удобство, понятие растяжимое. Я вам скажу, что, по моему мнению, использовать вот этот галимый интерфейс, В котором еще черт ногу сломит, куда как менее удобно, чем просто набрать команду в строке, Как все нормальные люди. Вот взял, набрал команду и не парься. Забыл, как набирается, посмотрел документацию и набрал. Я не призываю признавать мою правоту. Господа, я призываю признать другое. Я призываю признать, что удобство, понятие вкусовое. Вы имеете право иметь другие представления об удобстве. Это пожалуйста. Но я в данном случае хочу сказать другое. Пользоваться графическими оболочками или не пользоваться, это вопрос другой. Но безусловно, без вариантов. Вы должны уметь работать ими, не пользуясь. Как вы будете поступать в жизни, это другой разговор. Бывают ситуации разные, я не судья всем. Да это и глупо было. Но человек, который работать без графической оболочки не умеет, не может считаться умеющим работать с базой галим. Ни с какой. Даже если речь идет об МССКУЭЛ или ОРКОЛ. Другое дело, что если речь идет об ОРКОЛе, то там есть принцип, что человек, не умеющий работать с инструментом ОРКОЛ, тоже не считается умеющим работать с ОРКОЛ. Но, господа, это не потому, что это принципиально так. А это потому, что такова политика ОРКОЛ. Вот ОРКОЛ считает, фирма ОРКОЛ, поставщик, считает, что специалист по ОРКОЛу, это не только тот, кто знает базу данных, но еще и тот, кто владеет всеми инструментами, которые наша любимая фирма осчастливила человечество. Я не буду с этим спорить, может быть это и правильно. Но у PostgreSQL такой позиции нет. У PostgreSQL считается, что человек, который умеет работать только в командной строке, минимальным требованием удовлетворяет. Заметьте, минимальным. Это не значит, что этими требованиями все исчерпывается. Именно по этой причине мы на курсах работаем только в командной строке. Ну как только. Разумеется, для набора текстов мы используем редактор. Разный. Но непосредственно, PostgreSQL, подключаемся из командной строки. И вот именно это является основным камнем преткновения для тех, кто приходит на вторую часть курса, пропустив первую, имея опыт работы на Oracle или TransactSQL. Потому что там ситуация позиционируется иначе. При работе на TransactSQL пользование командной строкой считается высшим пилотажем. PostgreSQL это норма. Это считается минимальным требованием. Господа, если кому-нибудь очень хочется, я могу назвать парочку графических инструментов для работы с PostgreSQL. хороших. По крайней мере, мне нравится. Но уж позвольте, я это сделаю не сейчас, а в конце второй части курса. Потому что политику PostgreSQL, уж позвольте, я буду соблюдать. Поэтому, как бы, разумеется, господа, не воспринимайте меня как фанатика. Я хоть и учился в свое время в семинарии, но поверьте, в семинарии фанатизма не учили. Там наоборот, учили ни в коем случае в него не попадать. Поэтому я ни в коем случае не считаю, что пользование командной строкой – это единственная правда всех времен и народов, сохраняющая чистоту древних. Нет, это неправильно. Но уметь это делать обязательно. Есть ли ко мне еще какие-нибудь вопросы? Господа, ну в таком случае семинар мы на этом закончим. Милости прошу на последующие семинары и на курсы. Спасибо. Спасибо. Да, я, к сожалению, сейчас ничего не показала, но я попробую это сделать в виде отдельной записи. Ну, на курсы, естественно. Не только покажу, но и будете все это делать сами. Спасибо. А вот на посадке курс занимает по времени, если по воскресеньям... Если это 5 дней. 5, это если это по 8 учебных часов в день, то это 5 дней. Это, соответственно, при вечерних занятиях это 10 дней, а при полнодневных 5. Понятно. Ну, соответственно, если по воскресеньям, то 5. Откровенно говоря, я не знаю, читается ли у нас этот курс по субботам. Потому что я по субботам не читаю курсы. Ну, если читаю, то не я, кто-то другой. Но, потому что все они точно есть. Но, если у вас есть какой бы то ни было диплом о высшем образовании, то мы имеем право выдать вам удостоверение о профессиональной переподготовке. Я реплихариваю. Что? А, ну так... Я реплихариваю. Господа, я категорически против постановки вопроса. Я ничего не понимаю, я вам не так. Нет, абсолютно. Не надо так. Математическую спешку это делать не так. Ну и все, а тогда какие проблемы? Просто я самостоятельно. Нет, смотрите, если вы говорите о бюрократической стороне вопроса, то я вам скажу так, что если у вас есть диплом о каком бы то ни было высшем образовании, хоть консерватории, то мы можем вам выдать... Ну, правда, я не знаю при каких условиях, там должно быть определенное число часов. Есть какой-то... Не в дипломе, а у нас. Вы должны у нас пройти определенное число часов, и тогда мы вам можем выдать диплом о профессиональной... Ну, вернее, удостоверение о профессиональной переподготовке, при условии, что у вас есть диплом о каком бы то ни было высшем или среднем специальном образовании. Вот. И как бы... Я могу вам сказать по опыту, что товарищи с экономическими специальностями, у них проблем не бывает с этим. Даже у людей с инженерными специальностями они возникают чаще. Ну, правда, тоже очень крепко, но... Я имею в виду бюрократические проблемы. Потому что учебных-то проблем нет ни у кого. Вот. Теоретически, я говорю, это может быть и диплом консерватории. Правда, я не очень понимаю, как это. Но с бюрократической стороны мы можем это сделать. Имеем право, по крайней мере. Ну, а раз имеем право, то значит сделаем. Вот. То есть тут нет. Тут подобных ограничений нет. Это, пожалуйста. Учиться-то может точно любой. Понимаете? В принципе, большинство наших курсов построено таким образом, что если вы начинаете изучение с курсов первого уровня, но в данном случае программирование, там, базы данных, то вообще говоря, достаточно уверенно во владении школьной программой. Правда, другое дело, что я не считаю, что это хорошая идея. Но если вы учились в институте, у вас есть там, ну, ваше образование по вашему профилю, то это наверняка подойдет. У меня было два языка программирование, у нас списка подготовка была еще... Тогда я не вижу проблем. Тогда я проблем не вижу. Там у нас было, ну, правда, это был Бейсик и Паскаль, в общем, но тем не менее... Ну, а чем не Бейсик, а не Паскаль? Ну, то есть... Ну, это я понимаю, что сейчас случится... Нет, а я не вижу в этом проблем на самом деле. Но Бейсик умер, да? Ну и что? Ну и что, а? Бейсик умер, а Паскаль тоже? Нет, Паскаль пока еще... Пока еще умер не совсем. Есть некоторая причина, почему он еще теплится в нем жизнь, да? Вот, но как бы то ни было, это не имеет значения в данном случае. Видите, дело в том, что в школе, в средней школе, единый государственный экзамен по информатике в основном сдается именно на Паскаль. И я... Я же готовлю и школьников, и со школьниками работаю. Я всем школьникам говорю, ребята, это нормально, это меньшее зло, чем если бы вас заставили его сдавать на языке СИ или еще на чем-нибудь. Потому что язык Паскаль обладает одним очень важным свойством. Вы можете на нем довольно легко освоить основные конструкции программирования. И что немаловажно, вы можете легко показать экзаменатору, что вы их знаете. Потому что если вы попробуете точно такой же экзамен сдавать на питоне, да, например, то возникнет одна очень неприятная ситуация. Вы можете использовать там какую-нибудь современную конструкцию питом. И получить двойку, потому что преподаватель ее не знает. Понимаете, в чем фокус? Он вам просто возьмет это и не засчитает. Вы можете пойти подать апелляцию. Больше того, апелляционная комиссия точно встанет на вашу сторону в этой ситуации. Только проблема-то в том, что когда вы будете сдавать ЕГЭ, вам будет не до апелляции. Понимаете? Вот. Поэтому использование Паскаля в этой ситуации является как минимум меньшим звуком. Я здесь никаких проблем не вижу. Тем более, что если школьник готовится, допустим, работать дальше по специальности IT, и, например, изучил язык C, или питон, или еще какой-нибудь, то для того, чтобы выучить Паскаль до уровня сдачи ЕГЭ, ему потребуется максимум день-другой. То есть это и выеденного яйца проблемы не стоит. Поэтому я все-таки склонен считать, что это правильно. И, соответственно, те учителя в школе, которые изучают информатику на Паскале, тоже не совершают большого зла. Да, может быть, они поступили бы более правильно, если бы изучали язык посовременнее. Но не забывайте, что предмет там называется информатика, информационно-коммуникационные технологии, а не введение в прикладную программиру. В чем особенность? Подавляющее большинство сидящих в школьном классе в дальнейшем не будут программироваться. А в этой ситуации Паскаль совсем неплохой выбор. Потому что для тех, кто будет, это не является проблемой. А для тех, кто будет, вернее, для тех, кто будет, это проблемой не является. А кто не будет, ну зачем им голову морочить? Они выучат и на Паскале все, что надо. Поэтому тут я все-таки со школы согласен, хотя я не во всем, конечно, согласен. Но уж во всяком случае для нас с вами никакой проблемы в этом не имею. Я скажу так, что не склад, ну все-таки мы говорили о консерваторском образовании. Ну это я так, к слову, очень понимаете. Вы просто понимаете, экономика, экономика, это не такая уж и переквалификация. Не радикально. Из экономики войти? Да. Вам как-то, вы так все подумаете? Ну да, понимаете, там, ну вы просто на минутку вообразите себе, что бывают случаи тяжелее. Ну, то есть клиника на неформу. Нет, ну это не клиника, поймите. Ведь вы подумайте на минуточку, а для чего? А вот вы, вы что, вот вы переквалифицируетесь в IT. И чем вы будете в IT заниматься? Вот какие задачи вы будете решать? Экономика, что, не с Data Science занимается? Да. Ну так и что, и чего? Я понимаю, ну и что, понимаете, ведь все нормальные люди, они так и поступают. Переквалифицируясь из экономистов в IT-шнике, они занимаются программированием в области экономики. Но простите меня, пожалуйста. Не хочу разбить их. Понимаете, это ничуть не большая переквалификация, чем переквалификация, я не знаю, там, но я вам так скажу, переквалифицироваться там из невропатолога в отолеринголога, куда сложнее, намного. Хотя и тот врач, и тот врач. Понимаете? То есть это гораздо дальше друг от друга. И проблем у людей очень много. То есть те, кто это хочет сделать, фактически второй раз институт кончает. Понимаете? То есть это серьезно. Хотя казалось бы, да? Но это просто пример, реальность, вполне. Вот. Но правда в медицине это еще отчасти объясняется тем, что там все очень строго. Да, вот. Но только отчасти. Поверьте. Поэтому вы не думаете, что вам придется, да, вам придется изучить программирование. Но это не является вещью, по сути, слишком для вас чужой. Конечно, язык программирования какой-нибудь изучать придется. Я бы вам посоветовал изучать, начать, по крайней мере, с изучения питома. Если у вас есть выбор. Спасибо. Но, но... С QL начинать? А? Нет. Вы можете начать со QL. Это не будет примерно. Смотрите. SQL это база данных. Что с чего начать со SQL или с питома, большой разницы не будет. Вот. Но я бы советовал, если есть такая... Если вы уже начали, делайте как начали, не меняйте ничего. Вот. Но все-таки вот следующим языком тогда я бы советовал именно питома. Но, господа, обратите внимание, что это мой совет. Лично. Да. Если вы, например, уже начали изучать Java, это тоже очень хорошо. Не надо менять свое решение. Понимаете? Единственное, чего бы я не советовал бы. Я бы не советовал начинать с языка C Sharp раз. Не советовал бы начинать с 1S. Правда, насчет 1S только с одной оговоркой. При условии, если вы не хотите специализироваться исключительно в 1S. Вот если вы хотите стать специалистом именно по 1S, и вас больше ничего не интересует, тогда пожалуйста. Но если вас интересует что-то большее, начинать с 1S не стоит. Хотя знать его вам все равно понадобится. Потому что экономика, ну куда вы его делитесь? Вот. И ни в коем случае нельзя начинать с системы DELF. Ни в коем случае. Это очень хороший инструмент, но категорически непригодный для обучения. Вы потом столько себе граблей наложите, и потом столько так по ним попляшете, что мало не покажется. За DELF надо садиться только тому, кто программировать уже умеет. Вот. Ну а так, я откровенно, вот из того, что вы мне сказали, я проблем особых не усмотрел. Да, то есть это случай... Ну я говорю, если, конечно, не считать проблемой то, что язык программирования придется изучать. Но это не проблема, по-моему. Есть ли еще ко мне какие-нибудь вопросы? Спасибо большое. Ну тогда на этом мы семинар закончим. Вот. Запись. Рано или поздно у нас появится в новостях. Причем скорее рано, чем поздно. Так что следите за новостями. Вы знаете, вот я еще параллельно, мне понравилась книга. Спасибо. 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 Спасибо.